Всем привет! Меня зовут Сергей и вы смотрите канал Меф-Инфо. Сегодня мы с вами снова будем скрывать коробки, но это будут коробки не с играми, не с комиксами, а с миниатюрами. Но прежде чем мы приступим, немного лирики. Когда я впервые наткнулся на фотографии моделей, о которых вам буду рассказывать сегодня, я подумал, отлично, кто-то любит для себя, классно получается. Тогда я еще не знал, что эти миниатюры пойдут в тираж, и их будет не одна, не две, а много и в разных сериях. Я говорю о картон-миниатюрс, ребятах из Санкт-Петербурга, которые решили выйти на рынок не с обычными солдатиками, а с оригинальной идеей. Сейчас у них две линейки миниатюр. Первая это братство хвоста, которое очень подозрительно похоже на героев одной малоизвестной книжки. Вторая это пираты дальних морей, которые не имеют никакого отношения к малобюджетному фильму о пиратах. Когда они объявили предзаказ, я естественно вписался. Хотел взять все и сразу, но, увы, не потянул. Поэтому заказал только две миниатюры. Когда они были готовы, мне их сразу отправили, быстро и без проволочек. Оплатил, отправили, выдали трек-номер. Скорость, с которой отработали ребята, настраивала на позитив. И вот на днях я получил заветные коробки, о которых мы поговорим сегодня. Поехали! Итак, вот эти две коробочки. Внутри одной находится Бора-мышь Воин Маус Террита. Во второй Капитан Большая Клешня. Прежде всего хочу отметить качество упаковки. Оно просто на высоте. Плотный картон со всеми надписями, выполнен типографским способом. Никаких тебе наклеек, кроме верхней. Ребята явно настроены серьезно. И уверен, хотят выйти на зарубежных покупателей. Место открытия заклеено не просто скотчем, как часто бывает, а пломбой. Отлично, просто отлично. На верхней стороне коробки прекрасно выполнены бокс-арт. Этикетка сама очень качественная. На ней же каталожный номер модели, масштаб, скульптор, художник. В названии можно увидеть серию. И, собственно, само название модели. В общем, качество видно сразу. Сама коробка настраивает, что внутри нас ждет нечто волшебное. Давайте заглянем внутрь. Начнем мы, ну пусть будет, Бора-мышь. Из серии Братства Хвоста. Скульптор Степан Николаев. Покрашена модель для бокс-арта Станислава Курленко. Масштаб 40 мм. Открываем. Поролон. Поролон. Это уже хорошо. Подход с охранностью радует. Плотный поролон. Все разложено по зип-пакетам. По зип-пакетам. В качестве приятного бонуса идет магнит с артом. Отличная идея. Здорово. Это у нас основание. Каменистый ландшафт какой-то. Смола очень непривычная. На ощупь я спросил у ребят, из чего они льют. Сказали, что это смузкаст. Дальше. Собственно, сам герой. Текстура на ткани видно. Шерсть. Шерсть. Отменное качество. Ребята, это просто очень круто. Облоя нет. Есть, здесь вот лично я на ухе заметил, небольшой залив. Но их не видно практически, обрабатываются они легко. Стыкуются, соответственно, детали тоже. Тоже отлично, без щелей. Пакетик с мелочью. Плащ. Видно тоже текстуру ткани. Места для крепления других деталей. Например, вот щит. Рука с мячом. Рок и хвост. Отличное качество. Я сегодня эту фразу, наверное, буду говорить сотню раз. Это была первая моделька. Приступим ко второй коробке. В ней нас ждет капитан Большая Клешня. Скульптор Александр Ковалев. Покрас Александр Катауров. Саня, если ты смотришь это видео, передаю тебе привет. Так, поролон. Поролон. Это вытаскиваем. Все по пакетам. Магнит. Ну, милота же. Прям милота. В трех пакетиках различные запчасти. Ктулху. Ребят, ну, это милота какая-то. Прям очень круто. Тут вон, рукав отдельно. Это шляпа. Шляпа. Места для крепления. На шляпе тоже есть. Тут у нас руки. Собственно, сама Клешня. Сабля. Прошибиться при стыковке не получится никак. Потому что они встают. И все. Встают в нужное положение. Это основание. Не знаю, кусок палубы или маленький плот. Качество отменное. Сами миниатюры отличные. Круто. Круто. Вот такие две коробки. Что еще добавить? Я очень доволен. Отличная идея. Качественная реализация. Каждая миниатюрка стоит своих денег. Напомню, что в серии Братства Хвоста выпущено еще две миниатюры. Это Мышдальф Серый и Рогрыз. На подходе Лучник, Носитель Кольца и его помощник. В серии Пираты Дальних Морей уже можно приобрести Капитана Барбосу и Пиратку Аделаиду. Ну, а я лично жду Джека Воробьяра. Ой, простите. Капитана Джека Воробьян. Если вы хотите помочь ребятам из Cartoon Miniatures, то можно перейти по ссылке в описании к этому видео и купить себе что-нибудь. Это отличные миниатюры и я от души желаю Cartoon Miniatures успехов в их начинании. И, естественно, буду следить за их работой. Что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Будет интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok